Сколько будет стоить бензин в 2016 году в России? Этот вопрос беспокоит сегодня без преувеличения всех. Ведь с одной стороны, такое увеличение стоимости акцизов и налоговых сборов позволит существенно пополнить бюджет страны, которая сегодня переживает очень серьезные перегрузки. С другой, резкое повышение стоимости топлива неминуемо станет причиной социальной напряженности и стресса простого населения, которое и так теряет свои доходы довольно стремительно. Те, кто занимается реализацией энергоресурсов, они себя никогда не будут обделять. Соответственно, если повышаются акцизы, то это ложится на плечи тех людей, кто будет пользоваться автозаправочными станциями. Мы уже много лет тому назад предлагали включить стоимость налогов на транспорт в акциз топлива. Тогда все опасались, что если это произойдет, то произойдет повышение стоимости на бензин. Сегодня в итоге у нас и бензин подорожает в связи с принятием закона повышения акцизных сборов с топлива. У нас остается налог на транспорт, у нас еще дополнительно вводятся и сборы по системе Платон с наших дальнобойщиков. Все это является следствием неграмотной экономической политики, которую проводит экономический блок правительства Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что от стоимости топлива зависят цены и на многие другие виды товаров. Какой рост цен на бензин ожидается в этом году в России? Эксперты утверждают – около 2-3 рублей за литр. Чтобы рост топлива не был критическим, правительству необходимо снижать цену акцизов на продукты, получающихся в результате переработки нефтепродуктов. Однако такая мера чревата тем, что госбюджет недополучит несколько миллиардов рублей. А это в нынешней ситуации достаточно сложное решение, когда на счету каждая копейка. Сегодня у нас единственная нефтяная компания «Роснефть» на 75% принадлежит государству и та выставлена на приватизацию. Это еще один не очень дальновитный способ правительства Российской Федерации пополнить казно. В последующем Улюкаев заявлял о том, что возможно рассмотреть вопрос о приватизации «Газпрома». Вот две крупнейшие национальные компании, которые занимаются продажей и добычей газа и нефти, стоят по пороге того, что они могут попасть в частные коммерческие руки, в том числе и зарубежных компаний. Государство уже утеряет какой-либо рычаг для того, чтобы регулировать цены на энергоресурсы. Нефтяные компании сейчас пытаются выжить из сложившейся ситуации максимум. Монополизированная сфера позволяет делать это без каких-либо препятствий.